Приветствую вас, ну и самое оптимальное, это конечно работа в сфере танцев, то есть это либо тренерская работа, либо это работа где-то вот непосредственно в этой сфере, чтобы вы с одной стороны чувствовали, что влияете на эту сферу, реальсуетесь в ней, а с другой стороны, чтобы это не несло вреда вашему здоровью. Вот, но это только в том случае, если вы способны к этому. То есть, я понимаю, что произошла травма, я понимаю, что вам очень тяжело вот эту травму как бы принять, принять, что вы не можете заниматься танцами больше и так далее. И в этой ситуации очень сложно, конечно, не скатиться в депрессию, сложно не скатиться в самопочивание и прочее, прочее, прочее. Вот, но здесь опять же вам нужно понять, что подобная злость, если вы сейчас испытываете злость, негатив, ярость, апатия и так далее, агрессия даже. Вот, это совершенно нормально, потому что действительно очень обидная получилась ситуация, вот, действительно обидная. То есть, шли, 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 потому что его хотели, да, вот, как бы, а потом рам, хоп, травма, и травма перечеркивает сейчас все, что мы устремились. Вот, и таких случаев, таких случаев, к сожалению, довольно много. И, вы знаете, действительно, многие люди просто опускаются, то есть, они не могут смириться с тем, что есть мечта осталась нереализованной. А кто-то понимает, что, ну, раз так получилось, что поделать, нужно жить дальше, и, по сути дела, выбирает наименьшее из возможных зол. То есть, если вам нравятся танцы, то вам, наверное, нравится не только сам процесс танцев, но вам, наверное, нравится и все, что является, как бы, периферией этих танцев. И, если вы однажды даже знаете для себя, что вы могли бы, например, обучать людей танцами или, например, работать в этой сфере, то вполне вероятно, что вы найдете, как бы, средства для реализации своего потенциала именно в этом. И, тренируя людей, вы будете, как бы, сами реализовываться в этих танцах тоже. Только здесь, конечно, тоже желательно пройти некую подготовку, потому что, если вы будете усердствовать, слишком сильно будете усердствовать в обучении, то это будет подавлением ваших подопечных, и это тоже ни к чему хорошему не приводит. То есть, фанатично, а подчинение – это не то, чем можно и чем стоит гордиться. Вот. То есть, фанатично заключается именно в подобном аспекте. И подобный аспект, он является едва ли не самым главным. То есть, в какой стадии переживания данного травмирующего события вы сейчас находите. По вашему тексту, практически невозможно понять, в каком мы находимся состоянии, потому что текст написан довольно безлико, хотя и чувствуется некое эмоциональное напряжение. Вот. Тем не менее, для вас это единственный выход сейчас. И чем быстрее вы к этому придете, тем лучше. Есть факторы, возможно, есть факторы, которые вам будут мешать. Есть факторы, которые, возможно, будут вам мешать – это осознать. Может быть. Может быть. Может быть. Эти факторы, они будут. И тогда, опять же, вам нужно будет, значит, обратиться к психологу для того, чтобы вместе с ним эти факторы преодолеть. Эти факторы обойти и, собственно говоря, использовать те возможности, которые дает вам жизнь. Я думаю, что вы уже ничего не можете изменить правильно с тем, что произошло. Даже остается только двигаться вперед. И если остается только двигаться вперед, то не лучше ли делать это самым приятным, самым удобным, самым интересным и отвечающим вашим представлениям и требованиям путем. На этот вопрос вам стоит ответить самой. А я могу только позвать вам удачи, предложить свою помощь в будущем, если она вам понадобится. И надеюсь, что вы примите верное решение. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Желаю вам всего доброго. Продолжение следует...